Светлая наша и спасительная 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 Будем ли мы покорно ждать, когда яд бездуховности и религиозного обещания Окончательно затуманит наше сознание и подорвет основы государственного бытия Руси Или все же попытаемся вернуть им изначальный священный смысл Возвысимся до понимания своего служения, своего долга И не только индивидуального, личного, но и всенародного, соборного Митрополит Петербургский-Ладожский Иоанн Снычев Вот оно началось Наступает новая эпоха в истории моей отчизны Завтра уже никогда не будет прежним И потому что мы с вами сегодня здесь И потому что мне выпала величайшая честь озвучить то, о чем думает каждый русский человек Кто еще не отравлен ядом пораженческих настроений Кто еще не опустил руки Кто еще готов бороться за будущее своих детей Чье сердце не расколола ненависть Кто не боится признавать свои ошибки Чтобы с учетом ООН Вступить в светлое возрождение своей Родины Я не первый, кто понял эту тему В 2007 году на Всемирном Русском Соборе В присутствии ныне Святейшего Патриарха Кирилла Был озвучен фундаментальный труд Созданный под руководством Виталия Вильянова Так называемый Сергиевский проект Был не менее серьезный труд господина Севастьянова Были работы Холмогорова Были работы Савельева Была медичная работа уважаемого революционера Петра Гриско Был отчаянный труд Алимова Проект русского национального единства за рубежом Много было еще заслуживающих упоминания работ на этой теме Но ни один из них не был услышан Причина заключалась в несостоятельности самой русской общественности Услышать этой преданной России голоса Духовный информационный вакуум Поглотила эти голоса И надо быть благодарным Богу и времени Что сейчас этот вопрос наконец заинтересовал людей И я вдвойне благодарен Господу Что он предоставил мне эту возможность Что здесь на самом большом стадионе Самой большой страны в мире Открыто можно говорить об этом Доктрина 77 Каждый из присутствующих здесь знает правду Даже если всю жизнь скрывала ее от себя Но наступает время Когда правда словно нежный росток Взламывает метровые стены из метона Стрягать к небу И сейчас не время учеников Сейчас время учителей Хотите вы этого или нет В своем присутствии сегодня здесь Вы получили это право Быть учителями Всю оставшуюся жизнь Вы не простите себе Если отринете эту великую честь Эту великую ответственность Всю оставшуюся жизнь Вы будете дерзаемы сомнениями Будете претерпевать от равнодушных И предателей Укреки и гонения Но всю свою жизнь Вы будете помнить Что было прекрасное мгновение Когда вы не помоялись сделать шаг На встречу истине И стать ее проводниками Всю свою жизнь Со своими последователями Вы будете искать способы утверждения этой истины Страдать за нее И диктовать миру Нести свету мир Побеждать на полях сражений Возглавлять государство И отдавать последний кусок хлеба нуждающимся в нем Но Это и есть Настоящая участь Настоящих учителей Ценой спасения собственной души Я утверждаю это Потому что верю это А значит знаю это А значит имею право говорить это Глава первая Империум 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 Образ мысли освобожденный от временных и социальных условий В пользу утверждения построения империи Как единственной органичной формой государственного устройства России Чистая логика человека Мыслящего категориями тысячелетий Чувствующего на себя ответственность за весь мир Бога можно постичь только по его творению Суть окружающему даст миру Господь создал этот мир по законам физики, химии, биологии Как на основании своих чертежей архитектов строя здания Чтобы похоже уже прав на практике возвести его Милостивый создатель наградил человека способностью рассуждать И методом рассуждения постигать сущность творения Также он позволил человеку мечтать Обладая этим бесценным даром Человек способен моделировать свое будущее И способен, основываясь на законах этого мира, воплощать свои мечты Эта безграничная мощь нуждается в непоколебимой системе морально-нравственных координат Не допускающих извращения априорных для всего человечества истин И нарушения пределов допустимых Господом для творения Однако Господь принимает нас свободными Испытывая нас этой свободой На каком-то этапе своего существования В сознании этой свободы Человек горделиво вмешивается в общее творение Наивно полагая, что достиг абсолютного понимания И нивелирует некоторые истины до уровня, гарантирующего ему максимальное наслаждение от жизни За это мнимое удобство Человечество уже столетия расплачивается очевидными В угоду желаемым истинами Многие из этих истин, что помогали человеку революционировать Перестали мыть для него истинами Ни океаны, пролитые между условициями крови Ни опустошительные эпидемии Ничего не стоят Перед внешне незначительными изменениями В своде правил внутренней дисциплины Год от года Человек перестает быть тем человеком Которым его создал Господь Превращая Творение собственно в руку машину А правду это Все теми же удобствами За это люди расплачиваются мечтами Машины не умеют мечтать Машины не допускают мечты Потому что оперируют только знаниями прошлого и настоящего Задача этой логики империума Помочь человеку вернуть утраченные мечты И продолжить свое эволюционное развитие Логика империума Логика строителей идеального общества По предначертанному создателю плану Смысл которого Несложно угадывается в событиях предшествующей истории Имперская педагогика Наши дети Кроме нас по большому счету Никому не нужны Более того По замыслу большинства авторитетных мыслителей Современного мира Они даже мешают Это понятно Они наследники Возложенные Богом На русский народ задачи Следить за тем Чтобы внутренний мир Пропитанный ядом глобального потребления И духовного равнодушия Не уничтожил сам себя Именно им придется однажды Противостоять дьяволу Последнее битие апокалипсиса Как это не печально Мы не всегда сможем Прийти на помощь своим детям Поэтому Разумно с самого детства Закладывать в них Ценности свойственного нам Мировоззрения Прежде всего Раз и навсегда Необходимо понять самим Наши дети Это единственное в этой жизни Что мы можем позволить себе иметь Кроме наших принципов И общей мечты Детей должно быть столько Сколько Господь Рассудит подарить вам Пытаясь противодействовать воле свыше Планируя семью И оправдываясь Отсутствие содержать большую семью Мы обрекаем себя На самоуничтожение Сначала духовное Потом физическое Так вода Замороженная В сосуде Однажды Взрывает сосуд Следуйте Логике Империума Если ты действительно Любишь Своего Спутника Жизни Вопрос О планированной семье Никогда не встань В любовь Слепа К доводам Бухгалтерии Все остальное Ложь Или самообман Если Женщина Видит В глазах Своему Мужчины Собачью Преданность И готовность Пожертвовать всем Ради нее Она Родит ему Столько Детей Сколько он захочет Родит Мужчина Если Он Настоящий Мужчина Не довольствуется Полумерами И Не страшится Проблем Связанных С достижением Этой Цели В данном Случае Максимальная Репродукция Продолжение Рода Это Не Отнюдь Не Младь Это Один Из Важнейших Пунктов Поживания Русского Народа Дети Сейчас Для нас Важнее Ядерного Оружия И Политических Программ Серых Как Штаны Пожарного Да Пусть Нас ждет Досталости Мы Все Умрем Но Только достойный Перешагнет Порог Временного С высоко Поднятой Головой Сознанием Того Что его Взгляды Его Принципы Его Идеалы Унаследуют Многочисленные Потомки Дети Будут такими Какими мы Воспитаем Первое Что мы можем Дать им Научить их Мечтать И Не бояться Следовать За мечтой Если Они Научатся Мечтать Они Научатся Верить В свои силы Подарите Подарите Своим Детям Сказку О прекрасном Будущем О Великой Империи Которую Мы Русские Обязаны Построить Которую Мы Должны Созидать На пепле Прошлого И Наши Дети Будут Пересказывать Эту Сказку Своим Детям Отец Своим Пока Сама Сказка Не станет Пылью А Она Ей Устава Нет Читайте Детям Перед Сном Это Самый Верный Способ Читайте Священное Писание Небольшими Частями Читайте Художественную Литературу Где Прославляются Настоящие Ценности Где Хорошие Люди Всегда Побеждают Но Это Должна Истинная Литература Наглядно Демонстрирующая Образцы Хорошего Вкуса И Чудо Истинного Творчества Слава Богу У Нашего Народа В этом Нет Проблемы И Во время Чтения Закладывайте Образцы Возвращающие Сознание Ребенка К Общей Мечте Империи Где Жизнь Прекрасна На Голюдевском Сне И То Что Мы Обязательно Вернемся В эту Волшебную Страну А Детям Родившихся Будут Рассказывать Сказки О нас Вот Вот Такая Формула Мои Будущие Сказочные Герои Но Для Большего Эффекта Эта Формула Требует Полной Семьи Потому Что Прототипом Императора И Сказки Должен быть Отец Тогда Все Свяжется Общая Мечта Внимание В общую Мечту Можно войти Только Свободно Поэтому Кто не желает Прошу Отвлечься От экранов И ни в коем случае Не смотреть На часы Ключ В двери В общую Мечту Когда-то Я пожертвовал Любовью Чтобы Получить силу Управлять Парадоксом Чтобы Не быть Голословным Часы Купленные Мной Ну недавно Неделю Назад В антикварной Лавке У Ипатиевского Монастыря В Костроме Этот Вроде бы Несложный Механизм Способен Открыть Двери В Новый Вир Который Восхитит И ужаснет вас Одновременно Но От которого Вы Никогда Не сможете Откататься Потому Что Этот Процесс По факту Его Искренности Конечно Дает Вам Право Сказать Я Однажды Смог Заглянуть В глаза Песня И Я Понял Ее Потому Что Я Учитель Смотрите Баратос Я Не гипнотизер Я Шут Горохов Предложил Он Целевой Гипнотический Ак Или Так его эстетическую Концепцию И Вы Ну Признаетесь Допустили Исчиславие Возможность Этой Концепции Это Было На Самых Глубоких Уровнях Ваших Чувственных Реакций В той Самой Песне Хотя Не это Делает Вас Учителями А Понимание Что Есть Дьявол Для Больбы С Ним Бойтесь И Болитесь До Последней Капли Крови За Право Оставаться Порядочным Человеком Не допустите Себе В сердце Мысли Что Вы Можете Существовать Без Общей Мечта Которая Вы Хотели Построить Во имя Своей Любви В идеале При всех Датностях И возможностях Общая Мечта Да Человек Не может Жить Без своего Участия В достижении Общей мечты В Его Собственные Мечты Никогда Не будут Реализованы В полной Мере Если Он не стремится Вместе Со своим Народом К Определенному Идеалу Мечта Где-то там На уровне Творения Недоступного Понимания Человеку Его Мечты Смешиваются С Такими же Временными Эгоистичными Иллюзиями Других И утрачивают Надежду На достижения Только Единомыслие Народа По этому Вопросу По созданию Вопроса Идеального Общества Создает Необходимый Фонд Для обретения Личного Счастья И единственным Решением Разумно Считать Строительство Могучей Империи Возглавляемым Помазанником Божьим Императором Империи Гарантирующей Выполнение Нашим народом Поставленной Перед самим Богом Задачи Защиты Мира От Самоуничтожения Это и есть Общая мечта Только С высоты Этой задачи Русскому Человеку Доступно Рассуждать Правильно Только В контексте Этой задачи Русский Человек Может Считать Себя Русским Такова Логика Империума Образы Мысли Людей Стремящихся К счастью И Просветанию Своего народа Опять же Это и есть Общая мечта Да Да Вы Учителя И Свидетели Этого Посвящения Раз Два Три Мы Приходим Себя И Сожалеем Что Потерялись Столько Нашего Бесценного Для жизни Время На всю Эту Ерунду А тем Кто не вернулся Приветствия Здравствуйте Учителя Здесь Предполагались Аплодисменты Помните Что я вначале Говорил о Парадоксе Понимаете Теперь Что я говорил Правду Теперь К делу Парадокс Но вы Действительно Знаете Чему Учить Людей Потому Что Это Знание Вас заложено От природы Богом Мы Всегда Знаем Где Хорошо Где Плохо И Не надо Брать Себе Вы Правду Учителя Ну По логике Да Давайте Попробуем Да 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 Еще Раз Но не Систент Уже Личным Умением Управлять Парадоксом Хаосом Прождающей Миры И из глубины Сердца Да Чувствуете Эта Энергия Согласия Десятков Тысяч Людей Это Та самая Сила О которой Пишут Фантасты Нет Большего Насложения Потому Потому С помощью Силы Можно Управлять Реальностью Потому Что все цари мира Подвигами Своей жизни Добивались Возможности Ощутить Эту силу Все диктаторы В истории Человечества Жертвовали Миллионами Жизней Ради Того Можем А вы почувствовали Ее только Потому Что пришли Сегодня Сюда На стадион Слушать Человека Который вам Интересен Иначе Мы не пришли И даже Не за это А вы Вдумайтесь В формулировку Пришли Слушать Человека Не музыка Не фонарики А ваше мужество Попробовать Все таки Допустить Кейта Кроме своего Взгляд На мироздание Привело нас сюда Но это же Здорово Да? Да Мы умеем Быть свободными Или нет? Нет Все таки Да Аминь 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 «Знаю, Господи, что не в поле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия. Глава 10, стих 23. Первое, о чем должен заботиться разумный человек, так это сохранение чувств реальности. Потеря этого чувства направляет нас к убуделожному и убедительному. К нашему величайшему сожалению, то, что мы называем реальностью, не более чем имитация такой, во всяком случае для русского человека. Но мы отнюдь не являемся жертвами изощренного заговора извне. Мы жертвы самих себя. Мы не потрудились честно признаться себе в том, что мы сами себя представляем, и что побуждает нас к тем или иным поступкам, и каковы наши истинные ценности. Мы бродим во тьме своей стыдливой инертности. Мы прикрываем свое нежелание думать комфортными шаблонами общечеловеческих ценностей. Именно шаблонами, поскольку вышеупомянутые ценности все-таки существуют. Первое из них – не делать себе другого, такого, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой. Но разберемся, чего мы, русские люди, не хотим для себя. Войны? Хаоса? Нищеты? Нет, это не совсем точное определение. Это также очередной шаблон. Разумеется, мир, порядок и благо процветания – цели, достойные их достижения. Однако этот мир, тот порядок и то благо процветание, которым преподносится нам извне, погубят нас. Мир, где материальное доминирует над духовным. Порядок, обеспечиваемый слепым подчерением перед власть придержащими. Благо процветания, построенное на бесконечных программах кредитования. Мы не сможем выжить в этом мире. Мы другие. Мы не умеем торговаться. Мы не умеем слепо подчиняться. Мы не умеем жить в кредит. Само собой, можно привести массу примеров, опровергающих эту истину. Русское купечество, коммунистический диктат и нынешний кредитный бум в области недвижимости. Но это лишь исключение из правила, только подтверждающие его. Как это ни печально славянам не по пути с остальным миром. Вся история моего народа этому подтверждения. Эпохи экономической стабильности делали простой русский народ инертным и приводили к выпиющей нищете. Эпохи политической стабильности неизбежно заканчивались самоистреплением. Эпохи благопроцветания сталкивали русскую нацию в пропасть духовного разложения. Прежде чем броситься на отчаянные поиска выхода из столь щекотливой ситуации. Но заметьте, реальная ситуация будет разумно понять, отчего же мы столь безнадежны. Ответ на страшной вопрос. Мы созданы для войны, и нам нет места в обычной мирной жизни. Так ли это плохо? Да, это очень плохо. Но это так. Мы такие. Мы всегда были такие. Наши предки из огромного количества времен, смешавшихся на заре времен, не были толком ни землетелепаши, ни скотоводы, ни ремесленники, ни оседлые, ни кочевые. Так, более геополитических преобразований сформировался уникальный этнос. Появился этнос в большей части решенный черт типичных для окружавших его народов. Логикой наших предков был разрушительный, но восторженный хаос. И в подавляющем большинстве предки, по крайней мере те, о которых мы знаем, до принятия христианства, либо служили наемниками, либо промышляли банальным разбоем. А после крещения приняли на себя всю ответственность величия Третьего Рима. С высекающей из этого бесконечной чередой военных противостояний и кровавых межуузобиц. По мнению большинства почтенных историков, будь то господа Кумилев, Вернанский, Ключевский или, с точки зрения мной, Фраянов, появление на исторической сцене мира русского народа, как сформированного этноса следует отнести к 9 веку. Хотя существуют более разные упоминания о предшественниках народа богоносца. Например, в житии Георгия Амстердамского было нашествие вару, Руси, народа, как все знают, в высшей степени дикого и грубого, не насящего в себе никаких следов человеколюбия, зверскими нравами, бесчеловечными делами, обнаружив свою кровожадность уже своим видом. Ни в чем другом, что свойственны людям, не находя в себе такого удовольствия, как смерть в убийстве, они, этот губительный, и по имени народ, начав разорение от протониды и посетив прочее побережье, достиг, наконец, и до Отечества Святого, посекая неповещанно всякий пол и возраст. 802-й, 811-й год нашей эпохи. Или слова Дермента Шахриара, 6-й век. Я нахожусь между двумя врагами. Одни хазары, а другие русы, которые суть враги всему нам миру, в особенности же арабам. А воевать с ними, кроме здешних людей, никто не умеет. И все остальное в том же духе. Я хорошо учил в институте историю, но у меня нет иллюзий. И я не стесняюсь повторять, что я русский человек, потому что не стыжусь этого. А елейная чушь о Золотом Велике, реках молочных с кисельными берегами и вялыми доброхотами на них необходима для учебников, школьных учебников формальность. Чего нельзя сказать о псевдонаучных спекуляциях на тему арийских корней. Это опасней, поскольку жуликоватые фантазеры спекулируют над тщеславием. А это решает разума и шансы на победу. Тщеславие — гнивая слабость, основанная на сомнениях в своих силах. Воин не должен сомневаться в своей победе. Многочисленные попытки создать некие общественные образования в поддержку национальных ценностей провалились. В этом нет ничего удивительного. Для русского человека возможны только два типа организации. Одни из них, к сожалению, части утрачены. В крабе для молитвы и на поле боя для сражения. Впрочем, как я понимаю, и второй утрачивается. Потому что это и есть те национальные ценности. Остальные собрания нереалистичные, а следовательно порочные. Что бы это ни было, народные вещи или общественные союзы, как бы высокопарно они ни назывались, все это не более чем балаганы для неприличных потех, как наша политика, основанные на том же молодушном тщеславии и попытке паразитизма на доверии своих новых единоплеменников. Столь же губители, национальный оплом. Мы лучшие, потому что мы русские. Фантастическая чушь! Мы не лучшие, мы русские иные! Вы никогда не задумывались, отчего у нас не получается шить штанишки или делать светские машины. Ведь у многих руки-то золотые. Неинтересно. На генном уровне неинтересно. Все, что не связано с военно-промышленным комплексом. Господь создал много народов. И у каждого из них своя задача. Те, кто эту задачу понял, тот воистину счастлив. Пусть немцы делают машины. Вот получается, кто поспорит. Японцы компьютеры. Тоже неплохо выходят. Итальянцы одежду. Все равно там одеваемся. Работа найдется для всех. Бесконечно жаль, но кажется, что времени у человечества на понимание этой простой истины просто не хватит. Однако, вернемся к истории. И так сама суть. За короткий промежуток времени десятки племен Вененов, Антов, Полян, Склавинов, Древлян, Радьевичей, Вятичей и так далее до 40 кровей, до этого активно мигрирующих по материку, смешиваются в единый этнос, принимают на себя функции Третьего Рима и обязанность стражей православной веры. Речь не может быть о породистых предках высокой культуры или мифической прародине. Все было значительно интересно. Генетическое конструирование идеального бойца, особого, заметьте, бойца, для ведения пожизненных боевых действий. И что промыслительно, не вести вышеупомянутые действия для русского человека означает верную гибель. Все варианты сохранения русской нации до назначенного Господом срока ее исчезновения в огне апокалипсиса. Мы по-прежнему единственная сила, сдерживающая Запад и Восток от столкновения. Нам нужно усвоить все из лучшего боевого акционала обеих сторон. От Запада технические достижения, от Востока боевые искусства и оптимизировать усвоенного сражения со всем миром. Что самое удивительное, нам ничего ведь не придется инициировать. И Запад, и Восток судорожно ищут повода конфликту. Скоро они найдут его. Пример, скадати, последний клапан, порциями выпускающий террористов и сказать нечего. Кто-нибудь был в Ливии, ездил по их автобанам, видел две грязные колупы рядом с супермаркетом, обслуживался бы в клиниках медицином, немецкими врачами, что не хватало. Он стал мудрее, он захотел для своей нации свободы, а его не будут, сырьевые потоки не обеспечивают свободы. Ищут повод конфликту, скоро найдут его. Горя там, если мы будем бессильны помешать им уничтожить друг друга. Наступает время последних приготовлений. Не должно быть ничего лишнего. Нашим детям стоит параллельно достигать основы управления электронных начинок машин и боевых искусств. Хорошо, если они усвоят с детства свою ответственность за судьбы мира. Это аксиома укоренится в их сердцах и сделает их маленькие жизни осознанными. Тем более, что это правда. Как и то, что славяне, не подчинившие себе этой очевидной истины, обречены. Русский не умеет жить для себя. Когда он молится в храме, он молится за весь мир. когда он выходит навстречу к врагу, за его спиной все человечество. Русский рожден быть героем или святым. Посередине ничего нет. Или есть, но не русское. Любое описание происходящего с русским человеком может быть описано только в превосходных степенях. Иначе не имеет смысла и рот открывать. Посмотрите на славянских женщин. Разве это не живое подтверждение вышеупомянутого? Есть у какого-то народа женщины красивее? В пропорциональном соотношении? Кота, хотя нашим бедным соратницам проще. В силу своей способности к детрождению женщины от природы знают то, к чему мы идем всю жизнь. Так пусть и наши дети растут в обществе культирующем апокалипсический максимализм. Конечно, многие из тех аксиом, что мы сумеем навязать им, с годами растворить обыденность, но главное понимание реальности останется. Примером этому может послужить опыт русской православной церкви, сколь величественна и бескомпромиссна ее позиция есть спасение в неправославной церкви. И все! Никаких малодушных оговорок о призрачных альтернативах личного выбора его нет! Есть суровая реальность окружения мира, где правит князь мира сего дьявол! Вот почему православие так пришлось по душе русскому человеку. Сакральное или или столетиями русская православная церковь утверждала эту истину в разбойничьих душах наших предков. Но с приходом Петра Великого наступил кризис синодального правления. Энергичный монах обезглавил церковь, лишив ее патриаршего престола, за что позже его потомки были лишены престола царского. Несколько столетий безликого правления превратили священнослужителю этого могущественного властителя человеческих дум просто чиновника от религии, откормленного как выставочного корова и заведомо от неискреннего. Люди перестали доверять ему и усомнились в своей богоизбранности. Реками крови, пролившейся во время Октябрьской революции, я удивляюсь, кто может голосовать за коммунистов? Какая в этом логика? Ну так или иначе было оплатен долг перед церковью и возвращен патриарший престол. И еще 77 лет потребовалось на борьбу за возможность публичного исповедания своей веры. Хотя и в этом историческом кошмаре появился боевой дух русского человека на кучах зловодной формальщины взросли цветы Серафима Саровского, Блаженной Ксении Петербургской, Иоанна Кратштадтского и других исповедников истинно православной веры. В их подвиге русский народ словно получил прививку от смертельного недуга души отчаяния. теперь мы еще сильнее. Осталось последнее испытание. Непосредственно битва. В принципе все готово. Рано или поздно нас затрут как нацию с лица земли. Это нормально. Это по плану. Об этом нас предупреждали святые. наша задача победить и исчезнуть, потому что в мирной земной жизни нам нет места. И выражаясь наверное излишне высокопарно, но подходящим для описания наших будущих судеб слогом, нас ждут другие дороги, уже начертанные Господом для своих преданных рабов. дороги увлекательных приключений и блистательных триумфов. Что же касается ближайшего будущего, так по моему мнению скорее всего произойдет так. Противостояние Запада и Востока окончательно нарушит экологическое равновесие земли. Европа регулярно затопляемая наводениями, но по факту начнет стремительно терять свое экономическое могущество и высказывать свои симпатии России. Наши алчные дынь туристской культуры правители приложат все усилия, чтобы английский язык вскоре стал вторым государственным языком. Потом следует ожидать китайских инициатив. Одного святого спросили, кого будет больше в раю, православного, греков или русских, китайцев ответил он, чисто статистически. Ссориться с Китаем не будут, и Россия решится огромных территорий на северо-востоке. К этому времени в Европе вторым государственным языком станет арабский, и в нескольких европейских странах доступ к заветной ядерной кнопке получат несклонные к подростковой рефлексии представители иранно-тюркской группы. Люди целеустремленные и способные к жертвенному поступку. Америке это не понравится, и она по старой привычке попробует угрожать. после серии несильных, но чувствительных обминов стратегическими ракетами Америку успокоится. Воевать-то она не умеет. Займется своими биржевыми манипуляциями, остатками былой роскоши, потому что ее валютный рынок обрушится вместе с потерей влияния на Европу, а работать руками американцы не привыкли. Все производство в Азии переносят, еще сильнее ее делают. Целесообразно предположить, что Америка тут же проникнется безудержной заботой об экономике России. Мы же посередине, как всегда, и в охотничьих магазинах среднерусской возвышенности появятся стелси и так далее. Что, в общем, неплохо. Я бы уже сейчас на месте чиновников Министерства образования России начал работу по именению в состав общеобразовательных предметов курс прикладной информатики, как то углубленное изучение основ программирования и произвести набор учителей физкультуры из ветерана из числа ветеранов спецназа. Разве плохо, если ваши дети научатся всему необходимому от технику рукопашного боя до управления космическим спутником по КПК и старой телефонной будке на перекрестке провинциального городка. и раз уж зашла речь о системе образования печально, что людям ответствен за это до сих пор не пришла в голову идея преподавания русским детям старших классов основ нерволюквистического программирования и гипнотерапии того же Мельтона Эликсона факультативно но дети смогут овладеть полезными навыками продуктивного общения с людьми и купирования с общиной физической боли тоже пригодится еще два а сила три десятка лет и Россия окруженная со всех сторон весьма агрессивной средой достигнет пика своего развития и на несколько столетий станет камнем предподоверения для реализации амбиций всех потенциальных претендентов на мировое господство а там глянишь и до империи дойдем что же касается до меня как бы я хотел содействовать появлению настоящих русских школ не потому что боюсь третворного влияния представителей других рас и наций а потому что любое образование ставит свои задачи и воспитание членов определенного общества а наше общество общество иных чувствую жесткий интерес по национальному вопросу но что тут скажешь надо с некоторыми народами договариваться заново причем они сами были бороды да не с кем так что нам не на что сетовать надо произвести серию мероприятий по собственной самоидентификации до смешного простых поначалу символика ленточки звездочки ничто так из символов последнего десятилетия не греет мне душу как гвардейские ленточки на зеркалах автомобилей в преддверии 9 мая а как само сознаемся так и договариваться будем а если нас перед выборами все-таки на кровь подобьют не хочется хочется в нюансах то не факт что мы в Москве то сразу выиграем и чего делать будем кто нас поведет кто чист в померениях кому можно доверить принятие решений в столь деликатной сфере как национальная интимнее только семья ведь не простим себе если грех на душу попусту возьмем вот говорю и понимаю поздно поздно потому что уже об этом говорю значит понимаю что у большинства решения в головах уже принято ножи заточены я я только транслирую что все понимают все понимают но внесу в это личную нотку сообразите некоторыми вещами должна заниматься армия системно решать назревший вопрос а для этого чтобы так случилось нужно создать условия в которых логично прозвучит желание нации а кто к тому времени не опомнится но мы предупреждали что торговать не умеем поэтому в конкуренции не заинтересованы также по карьерному вопросу бесхитростны мы идеалисты поэтому нам начать за свое нужно бесхитростная идеалистичность мы в своей простоте эффект и успеха добьемся правда эта простота раньше возилась на промысле божьем в решениях нашего монарха а нас обезглавили и мы наугад во мраке безголовые бродим а власть только сигналы подает куда теряна расшатнуться но вопрос с монархом мы решим и скоро будем логично но новая эта мира отчетов нам нужна без нее мы не сможем даже перекличку провести так кучами у стадионов и будем метаться пока нас поодиночке не перережут надо 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 быть мудрее безлищных бабьих комбицей стыдно наблюдать как сторонники патриотических сообществ друг другу глотки рвут им внешний враг не нужен они сами справятся что может помочь кроме логики мы же люди а рыночная логика современного мира нас лишает разума многие истины стали неочевидны слишком быстро катимся мы из индустриальной эпохи в технотрон многие истины надо озвучивать заранее например мужчина не может жениться на мужчине казалось бы очевидная вещь а вы представляете сколько грязи на меня сейчас выльется вся либеральная пресса меня сотрет хорошо но страха нет очевидности драгоценные камни венци реальности ну не перейдем на новые альтернативные источники энергии пока всю нефть с ураном не спалим хотя уже несколько десятков лет в разных странах мира построены электростанции в Европе электростанции пятого поколения но не вылечим мы не найдем средства от рака пока последние до этого выпущены пилюльки армидолы прочей не сожрем не дадут деньги с удивительной периодичностью гибнут ученые осмелившиеся своим гением ветхую экономическую логику мира нарушат каждому из них так по уму героев нужно по взводу морской пехоты приставить для охраны и все равно убьют но все равно появятся новые ученые заведомо зная что идут до смерти но результат того стоит и опять же нам нужна не просто логика а некий логический империум царства настоящих истин неопремененных этими федерастическими оговорочками и внутрь этого логического кристалла вставить базовые наиболее актуальные на данный момент добродетели без них нас дьявол запутает милосердие к людям вот первая добродетель империума людьми можно считать всех кто не желает нам зла это может нам определиться в списке новых граждан тем более что у нас много друзей среди них и единоверцев кстати хотя как подсказывает практика это не решающий фактор для симпатий вспомните Грузию иной раз под благоверным посылом не более чем желание теплое место всрывается и нежелание думать своей головой смирение перед очевидным вторая добродетель империума надо признать что на данный момент мы даже не имеем возможности заявить претензию если она имеется определение мы для нас не подходит так и системные реакции на явную несправедливость на фоне общего нежелания жить по законам других народов не смирившись с этой простой одной из тысяч таких же простых истин не призна что русского народа сейчас нет и традиций толком никаких кроме водочного ушора нет не найдем мы выхода не откроем принципа по которому сможем протянуть руку единомышленнику мужество перед неизбежным вторая третья добродетель империума но есть точка невозврата когда слова только мешают слов на рекламных счетах по всей России в изобилии натыкано и слова неправильные да нет в них самого главного будущего воплощения ну разве я один это понимаю и наконец четвертое венчающее первые три добродетели империума готовность к жертве жертвенность но за ее воплощение с учетом нашего характера можно не беспокоиться лишь бы понимать общую идею и кто нам ее озвучит да пусть каждый задумается и озвучит она есть она как все настоящее на поверхности лежит идея простая нет у нас ничего кроме набора пустых условностей и привитых штампов коренные москвичи в кереточках гуляющие патинистом аллеи старого города эти хлебосольные жители юга не знающие каким покрываем встретить друга эти высококультурные северяне точно знающие как пользоваться столовыми приборами нет давно коренных москвичей пилеточках южане северянами большей частью нас ненавидят и презирают и есть за что есть потому что нет идеи без нее мы для всего мира вкусное место без идеи без гордости за свой народ без принципа по которым мы чужих от своих отличаем и мы хорошо знаем это но боимся школьничьи свои грехи на других сваливаем а я не боюсь нельзя семья у меня дети они не дают бояться они не дают голову песок взрывать прими Россия единственный вариант мы заново соберем нацию ту которая здесь все принадлежит мы создадим новое национальное общество большую семью империю в конце концов это предсказуем старцы это единственный способ выжить русскому человеку все остальные варианты развития национальной интриги задержат нас а варам дадут возможность утопить бухгалтерию вот что я законченный национал патриот хочу сказать вам и добавить к этому у меня много друзей разных национальностей и я никогда не откажусь от них вам тоже не советую своих друзей бросать русские друзей не бросают встроенные в логике империума я характеризовал в этот парадокс термином право личного выбора для победы национал патриотизма этот парадокс необычайно важен он содержит в себе баланс позволяющий продолжать размышлять о судьбах России не только чувственно но и практично тем более что я собрал вас здесь исключительно для того чтобы дать повод к размышлению как и самим не исчезнуть и греха не допустить и что именно мы считаем злом опять это пустое мы наше нет об отсутствии наше отсутствие документальное напомню отсутствие документальное паспорта по-прежнему национальность не регистрируют что мешает понять не могу так вот наше отсутствие из позорного факта чужого влияния можно мощнейший рычаг воздействия на дальнейшую судьбу нации обернуть вот скоро выборы вы знаете что я вынужден попытаться сделать невозможное я знаю что многие считают это безумием и они правы у меня нет денег у меня нет административной поддержки ни политических единомышленников у меня противотечивая РНМ я попсоватник но что это менять я по-прежнему русский если ни у кого кроме такого чудовища как я поставить этот вопрос смелости не хватает почему нет вынужден гражданский долг родители заложили слава богу идеалисты сути коммунисты по принципу такие же и я их не укоряю за это лучше так чем на деньги молиться или просто не на этот возможность в моем случае ничто как промысел божий в голову не приходит по-другому сегодняшнего вечера просто бы не произошло проглядел дьявол Армекина и так бывает вернемся к рассуждению не столь эмоциональ подумайте об этом шире в самой главной политической борьбе России будет участвовать человек который считает национальный вопрос главным не экономически не внешнеполитический это привилегия специалистов в этих областях а национальных он должен представлять интересы своей нации в первую очередь с точки зрения империума это более чем разумно решать вопросы мирового масштаба может только тот кто способен решить вопросы в своей семье в своей нации а если решить в России национальный вопрос все остальные решатся сами русский народ богат на экономистов и политологов но у него нет сейчас человека способного сказать моему народу нужно ну и понимаете да так лично от себя без тени сомнения что имеют на это право потому что считает себя русским и считает русскими тех кто сами не стесняются себя считать русскими зов крови посвящение моему лучшему другу Петру Эльборовичу Ремоне допокоиться с миром его добрая душа парадокс именно этот отнюдь не русский человек по крови впервые заставил меня задуматься что я русский ему фанату Шукшина и Вапилова из репрессированных сибиристонских кулаков так страстно хотелось быть русским что он им был больше чем я русский по крови отдавая должное памяти своего друга я невольно задаюсь вопросом а что есть мой народ подбор группы особей по генетическим показателям или список людей за которых я мог бы пожертвовать жизнью наверное все таки второе но среди них не только русские среди них есть украинцы белорусы евреи резгины татары и еще представители десятка другого национальности руководствуясь какими признаками я буду определяться с вопросом принадлежности к русскому народу или нужен некий допуск смогу ли я себе его позволить смогу ли я смотреть в глаза еврею который в большей степени чем я православный христианин а выходит русский по его преданности канону русской православной церкви смогу ли я быть честным противопоставляя себя лизгину мусульманину восстановившему десятки православных граммов из-за ображения их необходимости русскому населению сбивающимся русскому населению в упустошенном пригороде по сути мертвых городах в окрестностях Волге где находятся родовые кладбищи моей семьи стоит ли мне жить если я направлю оружие в грудь буддиста бурята когда-то подставившему эту грудь прикрывая мою отвражеской пули нет на этого допуска нет а может быть я и не должен определяться сам может но вот вся эта критика не будет объективной оценкой это будут опасения за свои потенциальные места у государственной горушки но логика империума безупречна рано или поздно подобное политическое сообщество возникнет и победит зачем испытывать терпение неба зачем в конце готова обманывать себя день ото дня Россия слабее по сути у нас нет экономики нет прослепительной системы образования нет агнии нет науки пока не появятся те кто считает эту землю святой своей не оговолка настоящая оговолка эту святую землю своей кто способен отстаивать это право клана временщиков Россия никогда не станет великой державой в которой смогут выжить наши потомки наши дети я здесь только потому что думаю о них да трижды да национал патриотизм бездолгого отношения опасен но позволю вам напомнить не будь у нас ядерного счета нас нас подавно стерли с лица земли сторонники западных либеральных ценностей которые кстати отнюдь не столь уж либеральные и уж совсем не ценности они предоставили себе право распоряжаться судьбами целых народов приводя весь мир в сырьевой предаток они обесчестили восток грубыми военными вмешательствами они пощадили себе ряд стран восточной Европы в том числе и наших братьев славян только ради того чтобы разместить рядом с нашими границами свои военные парты они не насыкны и безжалостны отчего мы должны корректировать свои взгляды на жизнь в соответствии с их пешевыми сводками их деньги не обеспечены золотом они презирают нас и не скрывают своих намерений в самом скором времени избавиться от нас программа золотого миллиарда никто ведь не отменял план талисов действий и при очевидной безнравственности этой программы их высокие правительственные чины не стесняются озвучивать прессе свои симпатии к этому сатанинскому кошмару я имею ввиду ну хотя бы господа Тэтчер которая на чистом глазу поделилась своими размышлениями что в России достаточно чтобы жило 15 миллионов на тот момент нас было 135 хотелось бы задать вопрос куда дадут остальные 125 почему мы должны стесняться и сатанинскому 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 медицина старики будут обречены на выбирание на мониторе долго не протянет человеческий организм не прет добители никогда соотношение богатых и медных в нашей стране не было столь непропорционально оно и понятно хлеб нерастим газом не торгуем а хлеб не с газом торгуем правда наварят прибор природных ресурсов на всех неделях чайник кювейте в армию с медициной не вкладываемся футбольные команды покупали для подъема национального самосознания полуголовных баллов в костромских деревнях ну хоть так спортом молодец молодежь отвлечь от грустных размышлений можно а молодежь понимает что уже карьеру не сделаешь зафиксировалось дети чиновников будут чиновниками и так далее через голову не прыгнешь нет перспектив у наших детей будь они даже ломоносовым нет ну и какая другая политическая модель кроме этого уникальной способна противостоять все это сатанинской кабале но еще раз напомню тысячу раз напомню аристократический национал патриотизма привилегия порядочных и самоотверженных людей жертвен на следующих идеалов и находящих свое личное пользование уже не истине а не тебе и такие люди есть они были всегда просто они неудобны современному миру их преследуют и уничтожают разными способами от физического устранения до голода а сейчас в преддверии выборов особенно опасны этому миру социальные сети на прошлых выборах такого распространения ведь не имели каждый второй после голосования в твиттере напишет за кого голосовал ну и как их отвлекать прикажете ваших близнецов у нас нет кошелька уже вроде с сахарными мешками в зонуаре остается только национальный вопрос и десяток другой не дружеских между собой патриотических союзов с футбольными болельщиками которые хотят по-хорошему но не понимают кто их ведет только спичку поднеси и вспыхнет в России как сухая трава кто может унять кроме этих вот самых упоминаемых мною порядочных людей не стесняющих декларировать что они русские люди именно выходцы из этих неудобных людей и должны стать основой аристократического национал-патриотизма только они смогут контролировать эту силу потому что станут сами частью этой силы причем ее управляющим церном только они способны отстаивать интересы своей нации не в ущерб другие нации но в духовном и политическом диалоге с ними помяную еще одну из главных добродетелей империума нельзя быть первым за счет второго ты либо первый либо никто всем сердцем я убежден что империя неизбежна и ничто не способно воспрепятствовать этому но вера без дел мертва и мне бы очень хотелось сделать все возможное для ее скорейшего созидания поэтому мне не остается декларировать открыто ничего другого да здравствует аристократический национал патриотизм сердце доктрины когда я писал эти строки одна добрая женщина попросила меня пусть в твоих размышлениях будет больше любви я понял все что я сказал до этого не будет стоить ничего если в моих словах не будет любви ни одна философия ни одна мудрость ни один подвиг ни одна империя не стоит ничего если в основе их не будет любви нет никаких сомнений что мы сможем сделать все учителя соберут вокруг себя они последователей мы сможем преодолеть навязанное везде славянам противоречия и вновь 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 народам к нам присоединятся другие дурственные народы мы спасем землю от окончательного уничтожения мы поколим соус-космос мы создадим желанную империю и изберем императора но это будет ничего не стоить если за всем этим не будет стоять любовь единственное ради чего стоит жить и умирать нас ожидают великие победы и великие разочарования нас ожидает все о чем могут мечтать и чего могут бояться жители одной маленькой планеты на окраине галактики единственное чего не произойдет само по себе так это любовь и если мы не успеем научиться любить мы никогда не выйдем за пределы своей биологической ограниченности а вселенная сметет нас и наш мир как ветер сметает пыль сруи заброшенного храма потому что любовь и есть мысл нашей жизни это и есть доктрина 77 10 10 и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok